Один из подъездов дома 29Б по улице Шубинах в областном центре уже месяц отключен от газа. Жители 15 квартир вынуждены буквально выживать. Причиной произошедшего стало несчастье. В одной из квартир была неисправна колонка. Произошла утечка и сына владелицы квартиры увезли в реанимацию с отравлением угарным газом. Сотрудники «Газпрома» отреагировали молниеносно и отключили газ всему подъезду. Это было в конце ноября. В ходе выяснения причин отравления угарным газом в доме номер 29Б по улице Шубина в городе Иваново было выявлено наличие обратной тяги в дымовых вентиляционных каналах, а также факт незаконного переустройства внутриквартирного газооборудования. Для предотвращения несчастных случаев аварийно-диспетчерской службы было проведено отключение от газоснабжения всего подъезда. В доме газовые плиты и горячая вода от колонок. С этими благами пришлось попрощаться. Оксана, многодетная мать, сразу купила электрические плитки. Но много ли на таких приготовишь? В счета за электроэнергию теперь смотрит с ужасом. Отключение газа сильно ударило по кошельку. Управляющие бездействуют, они вообще не работают. Мы сами уже тут соседи бегаем друг к другу, то есть пытаемся как-то достучаться до тех, кто не хочет устранять неполадки. Но, по-моему, это бесполезно. То есть три квартиры вот сейчас стабильная, я знаю точно, что у них неполадки, и они в одной вообще не хотят устранить, сказали, не будем перевешивать колонку. Вот и еще две тоже там серьезные неполадки. То есть вот что? Из 15 квартир три квартиры, значит, держат весь подъезд. Неудобства терпят жители всех 15 квартир. Пенсионеры мерзнут, в собственном доме вынуждены ходить в валенках. Во все службы звонили и в колокола били. Ответ один. Пока все нарушения во всех квартирах не устранят, газ не дадут. А готовить? Вот на плитке готовим. Кое-как да как-нибудь. Ну и, соответственно, дороже получается? Да, конечно, конечно. Уж нажгли, наверное, не знаю сколько. Вот девочка, вот на этой штучке. И квартиры, когда устранят неполадки, тогда нам подключат, так они говорят. А мы что сделаем? Вот каждый за себя отвечает. А мы-то что сделаем? Проверки газовщиков действительно были. Кому-то одно замечание оставили, кому-то несколько. Слесаря сказали удалять нарушения. Ну у нас вот, не знаю, ну нет нарушений. Я не знаю, что удалять. Притачные клапаны ставить, это ни в какие эти не прописано, что они должны быть вставлены. Сами они их вставлять отказываются. Ну так и сказали, так поставь сама. Возьми там карандашом, что-то сделай. Деньги. Деньги. Каждый этот, в каждой квартире кто-то что-то поменял. Кто-то шланги, кто еще что-то. Кто еще что-то. Это все стоит денег. Самые неблагонадежные жильцы отвечают. Ничего устранять не будут, а на неудобства пенсионеров и многодетных семей им параллельно. И повлиять не могут ни коммунальщики, ни газовщики, ни сами соседи. Управляющие компании опора, которая обслуживает дом, отмечают. Со своей стороны они сделали все возможное. В обязательном порядке проводится оповещение по телефону. Ежедневно сотрудники компании обходят квартиры для того, чтобы снова с жильцами переговорить и сказать, что необходимо хранить нарушения. Также очередным вариантом решения событий является предписание письменное. Усложила ситуация, что никоим образом, кроме вот таких превентивных мер, компания управляющих влиять на ситуацию не может. Газовщики уверены, не все возможное. Спросить с управляшки можно и нужно. В том, что жители без ресурса виноваты коммунальщики. Я правильно поняла, что сейчас у жителей нет газа, потому что свои должностные обязанности не выполняет управляющая организация. Да, все правильно. Восстановление газоснабжения возможно только после того, как управляющей компании опора. Ставить такт проверки дымоходов и инвестиционных каналов. И должна быть также от них соответствующая заявка. Подключить каждую квартиру к газу можно, но с учетом того, что активизируется УК. К ситуации просим подключиться и прокуратуру. Новый год встречать без газа жители не могут и не хотят.